Дух Рождества витает в воздухе. У детей, великих князей и княжон завершились абсолютно все занятия. И осталось драгоценное время, чтобы завершить работу по созданию подарков для любимых мама и папа. Традиционно все делается собственными руками, самостоятельно. Не будем им мешать. А нас ждут совершенно в другой части дворца, где давно тихит работа. Поспешим! Любезная Танин, передайте мне, пожалуйста, вот тот золотой шар. Пожалуйста, благодарю. Кстати, свечи уже доставлены. Когда мы будем наряжать им елку? В самом конце, когда все украшения займут свои места. А вчера весь вечер великие князья и княжны золотили шишки. Получилось великолепно. Какие сейчас изящные украшения! Помню, мы с маман и сестрами целую неделю вырезали картонажи и склеивали их. А я люблю всю эту рождественскую суету, посыльные с подарками. Помню, в прошлом году я подписала больше сотни рождественских поздравлений. А я знаю, что их величество подготовили множество подарков для рождественской галереи. Я помню, в прошлом году мне досталась фарфоровая чайная пара. Тонкий вкус императрицы позволяет выбирать ей самое изящное украшение. А я знаю, что получат на Рождество императорские дети. Что ж, каждый найдет под своей елкой тот подарок, о котором мечтает. Смею надеяться, в этом году нас ждет настоящее рождественское чудо!